Вот так, говорите. Да, отлично, всё, так. Так, а вы меня видите или нет? Нет, я вас не вижу. Вот теперь вижу. Отлично. Так, хорошо, значит так, мы включаем сейчас с вами... Сейчас будем проверять вообще вот эти вот полюса, как они стоят, да? Так, поэтому... Поэтому что мы делаем? А, о калибровке мы закончили, наверное. Сейчас проверим. Так, эту, эту. Всё тут есть. Закрываем. Записываем. Так, здесь поэтому мы выставляем побольше мощности ему сейчас. Сейчас он задёргается ещё не так. Но не переживайте. Что такое? Ему трезетка глючит, короче. А. А, вот сейчас. Так, есть? Так. Я поставил 150, да, это мы сейчас запишем. Включайте, значит так, включайте моторы. Включайте вашу эту штуку. Так, включена, отлично. Так, моторы... Сейчас я всё оставляю так. Пока теперь нажимаем, и он сейчас будет ездить. Это авто... Это... Это... Это единственное, что работает. Сейчас я вам объясню. Это... Это определение того, как включены моторы. Ну, то есть вот эти фазы как раз, в каком состоянии они должны быть. Это единственное, что работает в авторежиме. Остальное всё... А вот этот, который бит, он не работает? Нет, нет, не работает. Он не определяется? Ну, он работает, только не так, как надо. Поэтому лучше... Самый верный способ сделать неправильно, это нажать на то авто. Поэтому... Такая кнопочка. Вот, видите, у нас ролл был перепутан. Записать. Теперь я вам сейчас поставлю свои по ощущению настройки. Давайте. Вот это всё можно до нуля свести. Это я... Это вам... Это возврат. То есть нечаянно... Я знаю, знаю. Когда он возвращается в положение. Да. А вот... А вот ролл можно оставить. То есть там случайно, потому что это... Вот. Так. Теперь. Теперь, теперь, теперь. 50, 80, 44, 40. 50. Возьмём... Включим моторы. И возьмите его в руки, и давайте попробуем, как... Сейчас я... Подождите секундочку. Не берите в руки, сейчас я посмотрю вообще, что там по графику. Сейчас мы... Это ничего. В руках он может вести по-другому себя. Да, да, да. Сейчас, секунду. Я всё увижу. Тут всей настройки есть, я увижу это всё. Так. Так, 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 так. Диагностика. Оставим это так. Оставим это так. А вот, кстати, когда трёгаешь на руках, перестаёт. Сейчас мы всё увидим. Оставьте. Так, взять его в руки. Нет, пока не надо. Сейчас мы посмотрим ещё. Так, сейчас посмотрим, что там у нас. Диагностика. Ну, 120 еще у нас что-то. Нет, вот тут. Печеринолисович на руках. Проверяем. Печеринолис. О, там есть ещё. Печеринолисович на руках. Печеринолисович на руках. Печеринолис. Ещё меньше будет. Ещё меньше. Мне показалось больше, нет? Нет, нет. Меньше. Но с такими, как это называется, с шагом, таким, то будет именно так жёстко. А сейчас такой рррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Да, перестал Так, ну что Есть такой мелкий Мелкий Вот он Начинает разгоняться Начинает возбуждаться Но это я думаю Я думаю, что это надо нам Подснизить Все-таки мощность Кто-то есть такие гармоники А, я вижу-вижу Он что, должен гасить его полностью Почти полностью Сейчас посмотрим Ну, чуть-чуть можно еще Понизить, я думаю Хотя в руках, наверное, тулик Давайте еще чуть сбросим Вот это вот 133 Это 11 Так, смотрим диагностику Ну, где-то уже, скорее всего Ну, в принципе, по факту уже не слышно Да, уже не слышно Да, уже не слышно Если ты трогаешь, вот ощущается Такое... Ну, это точно не будет влиять на Это самое, на стабилизацию Ну, на картинку Да Не влияет Вот это точно не будет влиять Да, незаметно будет Так Ну, мы сейчас Возьмите теперь это в руки За ручки Потому что... Его надо выключать? Не-не Прямо так, за ручки За ручки возьмите его А зачем его выключать? Или просто? Просто за ручки возьмите, чтобы он не... Не, я спрашиваю Как надо? Не-не, прям так вот возьмите сейчас Просто, чтобы мы посмотрели, как он в руках себя ведет Ну, слишком далеко Не у него, да, вот так Так, тут не надо, не надо Обычно руки демпфируют еще эти дела Ну, то есть там Чтобы провод не... Только... Так Не выдернулся там Или что-то не дергался Так, вот сейчас мы сделаем Так, значит, что мне сделать? А просто... Да, давайте просто посмотрим, как он в руках себя ведет Не, это уже вы за предельные углы До 45 он... Он по паспорту до 45 такой держит Так, сейчас, секундочку О, вот реханул его, да? Или нет? Или это... Раз, два Сейчас, подождите Так Ну-ка, разверните его Джойстик у вас работает сейчас? Джойстик работает у вас, нет? Да Ну, вниз его можете повернуть голову? Так, так, еще разочек вниз Дергает, ага Так, секундочку, держите его так Так, подождите секундочку, не надо Держите так Теперь проверьте вверх, нужно понять То же самое Так, тогда отключаем мотор Давайте проверим ему Сейчас Давайте проверим ему как он это сделал Вот так вот сейчас вот Держите вот Ой, ему куда больше Ой, не то, не то, не то Секундочку Так, ему Так, вот Проверим Проверим вот эти вот Нет, нет, вот Вот так вот, вот мотор Поверните Вот так вот, мотор Как на рисунке сейчас В ту сторону Поверните Да И до конца Еще, 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 еще О, все, есть Щелк назад Назад отворачивайте Записали Так, теперь Теперь Этот Подключите Так, что-то пищит Не понял Так Ну, прикрутите Так, секунду Так, он сейчас включен А если отключить мотор Давайте я сейчас Отключу мотор А где у вас Прикреплен датчик Датчик В принципе Там, где он не был А, а другой Вот тут Так, ну Я, что-то у вас пропал Пропало видео Так, ну Давайте попробуйте Сейчас Чудеса Теперь пищу Другую сторону Ну-ка, сейчас Попробуйте Понапланять Вот, мы, значит Неправильно Полюса Определили Первый раз Дернул не так Только он сейчас Получается Вот я его Вот он сейчас Допустим Выравнился Я его понимаю Вверх А, да Да, да Да, да Кстати Сейчас уже лучше Но Камера вверх Видите Типа Она стремится вверх Так это я специально Это режим Follow Я поставил А, все Понял Понял Сейчас плавно работает Кстати Хорошо Теперь Теперь Поверните Рога Там Вправо-влево То есть Мы посмотрим Вон туда-сюда едет Правильно Что, никуда не едет? Сейчас, секундочку Рога Рога Поверните Сами Ну вот Да, вот так Не, не поворачивает Сейчас, подождите Я посмотрю Секундочку Все, не надо А, ну да Конечно Сейчас Поверните Ровно его Ровно Держите Ровно Давайте Поворачивайте Все, пошел Так Сейчас я вам сделаю Плавнее И Сделаем Смотрите Я поставлю Такие же скорости Примерно Как у меня Первый режим Я делаю Быстрое Следование Ну Чтобы почти Это был Почти репортаж То есть Что-то случилось Сразу нажал Одну кнопку И начал снимать Быстро То есть Быстрые повороты Он Ну На быстрые повороты Реагирует Ну попробуйте Да В этом случае Стабилизация Конечно Ну такая Ну понятно Что Самое интересное Это медленное Давайте Я честно говоря В режимах Пока что не разобрался Вот смотрите Давайте Все Да там Не до режимов Он был Все Он уже готов Работает Видите Поэтому сейчас Мы С вами Настраиваем режим Теперь я вам Сохраняю Это Первый Кстати Знаете При доворачивании Вот Сейчас В этом Сейчас получается Раз Есть такое Гудение Немножко На секунду Сейчас 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 Посмотрим Ну Дальше Вы можете Сами Снижать Эти мощности Вот Если Если оно Вас сильно Волнует То надо Снизить Если нет То Я рекомендую Не снижать Мощность Потому что Чем сильнее Мощность Тем Вот смотрите Вот это Все связано С мощностью Вот это Вот это И вот это Связано С мощностью То есть Да Можно снижать Можно Снижать Можно Допустим Вот это Мощность Именно Я вот Не знаю Смотрел Компадному Уроку Говорилось Типа Что Чем больше Мощность Я так Сам Понимаю Тем Больше Батарея Батарея Не важно Ну Какая Разница Лишь бы Он стабилизировал Хорошо Правильно Ну Да Конечно Вот Ну Попробуйте Сейчас 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 Точно Меньше Но Потом Может Придется Добавлять То есть Когда Если Бегать Не будете Оно начнет Трестись Такое Тоже Может Быть Сейчас Я посмотрю На Диагностику Тут Нет Нет Никаких Этих Заводок Сейчас Там Где-то Было На Долю Секунды Но Маленькое Вышло Так Все Давайте Значит У него Сейчас Следование Получается В положении Как Доворачиваться Камера Доворачивается За рогами Ну Как бы Следует За рогами Вверх Вниз Да Да Это Режим Полное Следование Да Да Давайте Дальше Посмотрим Давайте Второй Режим Сделаем Можете Поставить У него Так Это Сохранили Первый Режим Заменили Теперь Делаем Второй Режим Четвертый Загружаем Сейчас Сейчас Посмотрим Загружаем Третий Открываем Убираем Это Записать Записать Так А вы Его рукой Можете Повернуть Да Совершенно Свободно Вот Так Четвертый Полностью Безразличный Сохраняем Четвертый А в каком Случае Пятая Нажатие Сейчас Скажу И Всего Можно Шесть Сделать Очень Хорошая Система Придумали До сих До сих пор Лучшая Алекс Мосс Лучшая Система От одного До пяти Нажатий И длинное Нажатие Первые Четыре Нажатия Это Разные Профили Вы выбираете Но Пятое Нажатие Калибровать Акселерометр Значит Вы ставите Его ровно Он Дергается Прижимаете Раму Вот эту С фотиком Ровно На камень Куда нибудь Еще Ровно Нажимаете Пять раз Довольно быстро Раз Два Три Четыре Пять Он На секунду Выключается На секунду Вы почувствуете Как рога Ослабели И потом Опять Включается Если он Сразу Запищал Сразу Запищал То это значит Вы четыре нажатия Сделали Ну Он думает Иногда Четыре Он иногда Попадает То есть Вам надо Понять Что он Ну Пять нажатий Он на секунду Вырубился И включился Вот Сразу Сразу Его не Дергаете Через полсекунды После того Как он отпищал Вы его берете Но После этого Сделайте еще Калибровку гироскопа Нажимаете Длинно 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 Жмете Он у вас Дергается В руках Но вы ему Не даете Потом Кварц И ослабел До нуля Вы отпустили кнопку Нет Это Длинное нажатие Отпустили кнопку Ждете Пока он не схватится Схватился Все Дальше Включили Цифру 1 Чтобы режим следования Вокруг себя Повернулись И если видите Что не дергается Камера Горизонт не меняет Значит Вы откалибровали правильно Значит Это при резких Это нужно Калибровка Это нужно Для резких Перепадов температуры Или для перепадов температуры То есть Просто Датчик Он чувствительен К температурам Он при Одной температуре Нормально себя ведет При другой Ненормально Поэтому Чтобы его привести К нормальному Надо Да Вокруг себя То есть Калибруйте его Только тогда Когда он У вас Горизонт Начинает Заваривать Да А так не надо Поэтому и пропущено Потому что Редко это надо Так Что еще Я вам хотел Да С этим мы все решили Теперь давайте мы Проверим Вашу батарейку Что за батарейка Я отключил Размотайте Посмотрите Что на ней написано Есть у вас тестер Надо Надо замерить Нету Хорошо Вы мне сейчас покажете Я определю Что это такое По этому самому По служебному Этому разъему А служебный разъем Покажите мне Я так пойму Маленький Не силовой А служебный Вот этот Который маленький Да Сколько там проводов Раз Два Три Четыре Пять Шесть Да Это 5С Это 5С батарейка Так Тогда Мне когда я заряжал На зарядках Там пишут Когда я подключаю 5С Да Это 5С Так Тогда давайте включить Значит что надо сделать еще Смотрите Вот тогда Вам нужно зарядить ее На полную катушку И вот Ну просто я дожидаться Уже не буду Я вам покажу Вот сервис Сейчас я не могу зарядить Потому что у меня зарядка Я только заказал Должна приехать Ах вот как Сейчас она заряжена Как бы полностью Потому что я там У друга зарядил Вот смотрите Видите он показывает 11 вольт Точно не 11 Там должно быть Вот Кстати 5С я никогда не пробовал Вообще он работает С 5С Ну видимо работает Раз А вот он Давайте посмотрим 5С то есть Тут у меня Да 5С есть Опс Вот Значит что вам надо будет сделать Вы зарядите до полного Так Ну можем даже сейчас Это сделать И вот сюда нажмем Вот сюда нажмем Ну давайте так сделаем 5С А это 6С Опс Это уже лишнее 5С Записать И вот видите Он тревогу говорит Ё-моё Тревога Это значит батарея у вас Разряжена До совсем Ужасного уровня А она у вас точно Вот говорите Свежезаряженная Только Да Ну я 2 дня назад Заряжал Но она новая Может ее надо было Разрядить Зарядить Нет Смотрите в чем дело То есть если вы Разрядили сейчас До 11 вольт То она уже умерла Вот в чем дело Потому что ее можно До 15 Или до 14 Вот видите Парок написано Давайте тревогу отключим Значит тут можно будет Определять Заряженная Или не заряженная Ну смотрите Нет нет Тут определять Нет Это предназначено Для другого Значит Это предназначено Для того чтобы Отключать моторы При низком напряжении Батареи Видите При 14 вольт Оно должно быть Отключено Видите Да Вот А так у него 16 там Или сколько При 14 Оно должно быть Отключено Потому что Если ты Слишком Переразряжаешь Литий Полимерную батарею Она выходит Из строя Вот Возможно Она у вас вышла Возможно Поэтому Вот видите Тут неправильно Была Поэтому я рекомендую Ее сразу же Вот опять Идти к вашему другу Постараться Зарядить Вдруг Она еще не умерла Но Но Она возможно Уже мертвая Вот Ну Ладно Батарея Да Когда она Разряжается Вот Они положены Что выключаются Вот эти Да Да Просто Да Просто Просто Остановится Нету Никакой тревоги Ничего не болтается Смотрите Как Смотрите Тревога мешает При съемках Да То есть Ты еще можешь Снимать 20 минут Он будет пищать Я ее выключаю Ты понимаешь Когда она разряжается Он начинает Клац Выключился Потом опять включился Ну Насосало Немножко Потом опять выключился Ты понимаешь Что он Разряжет Да Смотрите То есть Дальше Вам ничего не надо делать Вы здесь можете Не обязательно Купить 5С батарейку Вы можете купить 3С батарейку Да И можете Тогда Вот здесь Опять сделать Ну Да 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 Опс Слушайте Литий ферритный Вот литий полимерный Да Литий полимерный Да Поэтому Но все равно Она уже Низкая Видите При 16,5 Он должен Уже А у вас 11,9 А Слушайте Извините Вот кнопочка Еще Калибровать Например Если вы его Не слишком долго Использовали Да Допустим Да То может быть Сейчас напряжение Это у вас Он неправильный Совершенно То есть Вы можете Сразу Здесь Вы пишете Ну Вы же знаете До скольки он заведелся Допустим Допустим Он Вот видите Полная батарея 21 вольт Например У вас сейчас 18 вольт Ну Я не знаю Сколько Да Ну 18 Там В описании 18 Вот Допустим Сейчас Вот 18 И записать Но мы Не знаем Сейчас Сколько Вот вам Надо будет Зарядить Ее Да Вы знаете Тогда Там Сколько Обычно Там Ну 3-4 Десятых Когда Убираешь Он Падает Да Ну То есть Чуть-чуть Поменьше Вот 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 Эту Проверьте Это Понятно Да С этим Все Тогда Да Я вот Хорошо Что Он Сказал Про Калибровку Потому Что Он Очень Часто Не Определяет Правильно Это Такое Есть Все Ну Тогда Порядок Это Значит Я Заряжаю Ее Потом Выставляю Насколько Она Заряжена Да 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 Здесь Понятно Да Вот На этой Вкладке Сервис Вот Единственное Что Вам Надо Будет Сделать Самостоятельно Сейчас Вот Смотрите Смотрите Нет Вот Это Вот Видите По умолчанию Это Придумано Так Алекс Смотрит Обычно Можно На Несколько Десятых Меньше Это Сделать До Шестнадцати Скорее Сего Можно Сделать Вот Ну Нужно Почитать Я 5S Не Помню Вот Допустим Я знаю Что 3S Можно Там 9.9 А я До 9.1 Понижаю И нормально Ну То есть Он Еще Ничего Не Вылетает Еще Нормально Работает Батарейка Долгое Время Вот А значит Что Я хотел Еще Спросить Одну Штуку Такую Как Значит Как Называется Монитор Монитор Когда Подключается К фотокамере Вот Эти Оно Дисбалансирует Сам Провод Да Не 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 Ничего Не Нет Нет То есть Все Можно Подключить Потому Что У меня Знакомый Из Москвы Кстати Тоже Они Снимают Фильмы Он Купил Себе Рони Да Не Дорогой Рони А Такой Дешевый Да Да То Он Говорит Что Вот Мне Надо Фоллоу Фокус Потому Что Там Ну Фоллоу Фокус Это Другая Немного Ну Да В частности Вот По поводу Монитора Он Говорит Что Провод Мешает Ну Ничего Не Ничего Не Ничего Не Не Переживайте Главное Запасик Небольшой Оставите А Я Такие Даже Довольно Дубовые Провода Использую И Единственное Выключаем В любом В любом Режиме Можно Переворачивать Единственное Выключили Перевернули И Включили Все Понял Так А этот режим Как А Это Просто Он Стоит На месте Да Это На месте Стоит Все И Пульт Он Может Окей Так Ну В принципе Согласен Работает Ну Вот Классно Я уже Более Недоволен Редактор субтитров